Центр реабилитации МВД на два дня стал ареной для борцовских схваток. Там прошел открытый всероссийский турнир под дзюдо. Представители силовых ведомств и спортсмены-дзюдоисты сразились на одном татаме. Подробности у Ильи Лобова. Эти соревнования проходят с 2005 года и посвящены памяти нашего земляка, героя России Ивана Голубева. В 90-е он был начальником областного УВД, прошел Афганистан и Чечню. Те, кто побывал с ним в горячих точках, называют его самым близким другом. Именно они и организовали этот турнир. Когда его не стало, каждый что-то потерял, какую-то часть себя, какую-то часть своей жизни. А это мероприятие, это соревнование, это как возможность опять вот где-то рядом побыть, может быть, той энергетикой подышать, встретиться всем вместе, опять окунуться вот в эту ауру. Понятно, что не тех событий, но как-то в душе вот это все оживить. И мне очень приятно, что каждый год одни и те же люди, мы собираемся все вместе. На ковре собрались около 100 борцов из 13 регионов страны. Изначально это были внутриведомственные соревнования, но мероприятие разрослось и вошло в календарь Всероссийской Федерации дзюдо. Так что теперь в схватках участвуют не только силовики, но и профессиональные дзюдоисты. У борцов есть возможность отобраться на более крупные турниры. На нашем турнире, безусловно, он рейтинговый, и каждый спортсмен за ваше призовое место включается в рейтинг своих успешных выступлений в Федерации дзюдо России. И это дает ему шансы подняться в рейтинге на более высокое место и иметь возможность участвовать не только в чемпионате России, но и в международных соревнованиях в составе сборной команды России. Дзюдоисты сразились в семи весовых категориях. Владимирцы оказались лучшими в четырех из них. В полуфинальной схватке в весе до 66 килограммов победил Шамиль Дамыров. Он явно призашел соперника по технике, что неудивительно, ведь стиль этого борца он успел изучить. Соперник был очень хорошим соперником. Где-то месяцев 8 назад на турнире я ему проиграл. Вот, как бы, я когда увидел жеребьевку, и был настроен взять у него реванш. И с божьей помощью мне это получилось. Но до золота борцу добраться не удалось. В финале он проиграл другому владимирцу, Эдгару Григоряну, и оказался на второй ступеньке пьедестала. В категории 73 килограмма сильнейшим оказался представитель городской школы дзюдо Роман Токарев. Тактически продуманный бой показал владимирский дзюдоист Ислам Магомедов. Он запутал соперника захватами и заставил атаковать. А потом выполнил контрприем и завершил поединок удержанием, обеспечив себе первое место в категории 81 килограмм. Больше акцент ставил не на приемы, а на борьбу на захватах. Когда соперника выиграл на захвате, он психологически уже и терялся, как бы, вот. Для меня эти соревнования – это как опыт, который еще раз подтверждает мою форму, насколько я готов, что я себе представляю, в конце концов. Мне приятно, приятно выступать здесь во Владимире. Золото в весе 90 килограммов тоже досталось Владимирцу – Александру Григорьеву. В категории 100 килограммов не было равных Исламу Берстекову из Краснодара. А среди тяжеловесов лучшим стал Алексей Таскин из Алтайского края.